Иногда я ощущаю себя пламенем свечи в темном помещении, ну а вы мотыльки, что летят на его свет. Очень точная аналогия, потому что моя правда может обжечь вас тем, что изменит ваше представление о мире полностью. Что ж, если вы не боитесь моего света, то добро пожаловать. Католические храмы. Сколько красоты в этой практически неземной архитектуре. Шпили устремляются вверх, к небу. Весь храм похож на древний космический корабль, который спит и ждет, чтобы в его кабину снова вошел пилот и вновь отправился покорять последний рубеж. Неужели здания подобной удивительной архитектуры были созданы только для того, чтобы возносить молитвы Богу? Конечно же нет. На самом деле храмы используют для генерации и дальнейшего использования энергии. Без лишних слов, устройство католических монастырей очень напоминает один современный прибор. А именно, магнетрон. Магнетрон – это широко распространенное устройство, основной компонент микроволновой печи, который генерирует очень мощное электромагнитное поле. Для магнетрона основной и принципиальной частью является громадный круговой анод, в котором сделаны обычно шесть или более полых резонаторов, расположенных по кругу. Число резонаторов обязательно должно быть четным. Благодаря этому образуется так называемая стоячая волна. Другими словами, создается резонанс, что и приводит к огромному выплеску энергии. Перед вами разрез магнетрона обычной бытовой микроволновки. А теперь взгляните на фотографию католической часовни. Видите сходство? Вот именно. Это фотография обычной антенны. Однако, опять же, если присмотреться к любому католическому монастырю, то можно заметить удивительное сходство. Длинный неф с колоннами выровнен по оси с генератором-магнетроном, представляя собой направленную антенну для излучения сгенерированных колебаний. Заметьте, у антенны есть даже два боковых притвора, которые в плоскости образуют подобие креста, лежащего в основании всех готических соборов. Таким образом, часовня и неф-монастырей представляют собой генератор звука резонансного типа, сходный по строению с магнетроном и антенной излучателем. Любопытно рассмотреть один конкретный пример. Это главная твердыня португальских темплиеров. Именно так звучно именуют монастырь Ордена Христа в городе Тамар. В Тамаре есть огромный акведук, который ведет прямо в монастырь с западной стороны, примерно к часовне. В современном Тамаре проживает около 20 тысяч человек. Город вырос вокруг монастыря. Кажется невероятно, чтобы в древности население монастыря могло выпить столько воды, что ее надо было поставлять через такой огромный акведук. В самом монастыре только небольшие фонтанчики, которые явно не потребляют такого количества воды. Да и темплиеры могли бы натаскать воды не на одно поколение вперед, вместо того, чтобы возводить такой громадный, многокилометровый и высоченный акведук. Такое количество воды может быть использовано только в промышленных масштабах. Это принудительное водяное охлаждение гигантской схемы. Все бытовые магнетроны также имеют принудительное охлаждение, что хорошо слышно по звуку работающего вентилятора во включенной микроволновке. Однако, кроме системы охлаждения, этот удивительный храм скрывает в себе еще несколько секретов, которые с полным успехом можно экстраполировать и на остальные католические монастыри. Внутри Тамарского храма есть вот такая труба. Конечно, экскурсоводы пытаются наговорить глупости о том, что это часть органа, но мы-то с вами не будем верить в эту откровенную ложь. Эта труба, уходя вверх вкладку, является генератором начальных колебаний, а затем полученное излучение перенаправляется в круглое сужающееся окно, которое является выходным отверстием, формирующим направленный луч. Но на этом не заканчиваются загадки, связанные с католическими монастырями. Естественно, не каждый монастырь являлся магнетроном, поскольку нужно было строить и обычные, чтобы запутать людей. Но как же определить монастырь-магнетрон? Очень просто. Он будет включать в себя две основные части. Круглый, при виде сверху реже полукруглый зал с колоннами или нишами, хорошо заметный на картах. А также прямоугольный зал, который примыкает непосредственно к круглому залу, играет роль направляющей антенны. Если собрать всю имеющуюся информацию по одной только Италии и Португалии, мы имеем 12 монастырей-магнетронов, направленных на островные вулканы в трех странах. Это не может быть простым совпадением или ошибкой. Я думаю, что это еще не все. Исследования еще ведутся, и мне кажется, что подобных монастырей будет найдено все больше и больше и больше. Применяться система магнетронов могла сразу для нескольких целей. Во-первых, передача информации, которая накладывалась на луч. Что-то вроде направленного радио. Во-вторых, передача энергии для накачки и расплавления вулканов. В качестве подтверждения землетрясения 1755 года и цунами, смывшие волной огромное количество народов Португалии, как раз во время утренней мессы. Видимо, переборщили с воздействием на вулкан. В-третьих, контроль психики. Как известно, инфразвук сильнейшим образом воздействует на психику. Но тогда непонятно, зачем направлять луч на вулканы. И, наконец, телепортация. Да, какой бы фантастической эта идея не казалась, куда более удивительными выглядят чудеса мореходства и кораблестроения. Такие, как существование ткацких станков до середины 18 века. Или существование пил, способных изготовить корабельные доски. Или невероятное использование удивительного прибора астролябия. Возможно, телепортация была обыденным делом. Недаром же слово «Португалия» содержит в себе смысл слова «телепортация». Затем, очевидно, выведенная из строя трансатлантическая система телепортации вызвала необходимость развивать морское дело. Кто знает, но, может быть, монастыри-магнетроны хранят в себе гораздо больше тайн и секретов, чем нам кажется. Может быть, это было оружие для борьбы с инопланетными захватчиками. Кто знает. Кто знает. Приведенных мною доводов достаточно, чтобы сделать вывод об абсолютной лживости традиционной истории и сокрытии информации о колоссальных технических возможностях в прошлом. Поэтому не дайте обмануть себя. Летите на пламя моей истины. Но осторожней. Не обожгитесь. До новых встреч.